МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север, в студии Алина Волчейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. Строительство жилья, содержание дорог в сельских поселениях и организация пассажирских перевозок. В окружной столице обсудили перспективы развития заполярной глубинки. Ненецкий округ готовится к переходу на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами. Все необходимое оборудование для сортировки и обезвреживания уже закуплено и доставлено в Нарьинмар. Биология, экология и краеведение могут быть интересными. Научное сообщество учеников Красновской школы продолжает исследовательскую работу с использованием нового лабораторного оборудования. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. О перспективах развития заполярной глубинки говорили накануне в региональной администрации. Губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский провел рабочую встречу с главами муниципальных образований региона. В ней приняли участие руководители администрации Хариверского, Тиманского, Колгуевского, Шоинского, Омского, Пешского сельсоветов и поселка Амдерма. Так, в ходе встречи руководители сельских муниципалитетов обсудили с губернатором вопросы, касающиеся строительства жилья и переселения граждан из строений, признанных ветхими и аварийными. Как отметил глава Колгуевского сельсовета Николай Майков, жилищная проблема является для жителей островного поселка основной на сегодняшний день, поскольку большая часть домов имеют высокую степень износа. Вопросы необходимости переселения граждан из ветхих и аварийных домов, организации ремонта муниципального жилфонда, строительства жилья для специалистов. На совещание поднимали также главы Шоинского, Пешского и Тиманского сельсоветов. По словам присутствовавшего на совещании главы администрации Заполярного района Олега Холодова, на будущий год запланировано строительство двух жилых домов в Бугрино. Кроме того, он сообщил, что начиная с 2020 года за счет районного бюджета объем финансирования по программам жилищного строительства на селе будет существенно увеличен. Также в ходе совещания главу муниципальных образований озвучили вопросы, которые касаются ремонта и содержания авиационных площадок. Эта тема станет предметом отдельного совещания у губернатора с участием представителей администрации Заполярного района и руководства Наринмарского объединенного авиаотряда. Из-за высокой степени износа здание, в котором располагается Дом культуры поселка Нельминос, планируется снести. Об этом сегодня шла речь на заседании постоянной комиссии окружного собрания депутатов по экономической политике и бюджету. Далее все подробности. Ранее во время одной из встреч с парламентариями региона местные жители высказали пожелание о том, чтобы в существующем Доме культуры был проведен капитальный ремонт. Впрочем, как выяснилось позднее, степень износа строения составляет 77%. Кроме того, в здании неоднократно происходили возгорания. По словам вице-губернатора Натальи Сидоровой, проводить капитальный ремонт в Доме культуры нецелесообразно. С этим согласен и глава муниципального образования Михаил Талеев. У него была встреча с губернатором, где также это решение было поддержано. Все-таки о сносе старого здания ДК. И параллельно мы начинаем работу по строительству нового ДК в данном населенном пункте. На сегодняшний момент у нас сложилась экономия по сносу ДК в поселке Искателей. И, соответственно, данной суммы, передвижку, которую могут сделать финансов, то есть, сразу говорю, это не через бюджет, я имею в виду без внесения изменений в закон, данной суммы хватает, в принципе, на снос ДК в Нельминосе. Как отметила председатель постоянной комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова, необходимо, чтобы глава муниципального образования обсудил этот вопрос с местными жителями. Ну вот сегодня тогда, если мы говорим о том, что на самом деле пожароопасный, да, там может быть угроза жизни, то необходимо, чтобы, ну как бы рекомендация Натальи Александровны о том, чтобы Талеев, глава, переговорил непосредственно, он знает, кто присутствовал из-за людей, значит, что переговорил с этими людьми и объяснил ситуацию, чтобы так не получилось, что вот приехали депутаты, поговорили, уехали и приняли другое решение. Обсудили на заседании и выбор территории под строительство нового Дома культуры. По словам Натальи Сидоровой, рядом с ФАПом есть сформированный участок, подходящий для этих целей. Впрочем, парламентарии настаивают на том, чтобы этот вопрос был решен с учетом мнения местных жителей и предлагают рассмотреть возможность возведения объекта на месте существующего здания Дома культуры. Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. В Заполярье завершился прием инициатив в рамках проекта НАО-100, который проводится по поручению главы региона Александра Цибульского. Всего на платформу «Народный контроль» поступила 191 заявка. Об этом сегодня сообщила вице-губернатор Евгения Калашник. Они касаются совершенно различных отраслей жизнедеятельности округа, от медицинских направлений до спортивных мероприятий, даже спортивных объектов, улучшением облика с экологической точки зрения округа. Очень интересные порой бывали заявки, совершенно неординарные, неожиданные, что, наверное, найдет свое отражение в голосовании жителей. Нам сейчас важно организовать максимально открытые такие публичные обсуждения всех этих инициатив для того, чтобы выбрать те 100, я так понимаю, что поступило больше, чем 100 предложений, почти в два раза, да? Да, да, почти. Сейчас нам надо отобрать из этих предложений 100 проектов, которые в действительности смогли бы повлиять на улучшение качества жизни, на улучшение ее заинтересованности людей, на улучшение территории. И действительно прям разбить ее как такой план действий, план мероприятий, по которым мы идем. Это важно как для населения, как для будущего округа, так и для нас с вами. Если мы сегодня максимально вовлечем наших жителей в принятие решений по тем проектам, которые войдут в эту сотню, то это будет наш, собственно говоря, договор, по которому мы войдем на ближайшие 10 лет. Напомню, проект НАО-100 рассчитан на 10 лет. Инициативы станут своего рода дорожной картой к стратегии социально-экономического развития Ненецкого округа до 2030 года. В программу войдут не менее 100 проектов, которые нацелены на то, чтобы существенным образом изменить экономику округа и качество жизни северян. До перехода на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами остается чуть больше месяца. Оборудование для сортировки и обезвреживания ТКО уже закуплено и находится на территории городской свалки. В настоящее время идет подготовка площадки под его установку. Готовность города к реализации проекта лично оценил заместитель губернатора округа Юрий Бездудный. Один из региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами – комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию. Зоны его ответственности вошли на Ринмар, поселки Искатели, Красное и село Тельвиско. На сегодняшний день материальная база КБ и БО сформирована полностью. В окружную столицу доставлено необходимое оборудование и техника, в том числе установка термического обезвреживания твердых коммунальных отходов. Значит, установка очень неплохая. Значит, зарекомендовала себя фактически уже в почти 27 регионах. Мы с департаментом осуществляли выезд на город Пушкино, Денинградской области, где реально ознакомились с ее работой на месте, пообщались с тем персоналом, который в течение года эксплуатируют ее. В принципе, оборудование надежное и хорошее, без лишней автоматики, но при этом осуществляет сжигание в очень хорошем качестве. Отходов, получается, очень мало. Прежде чем отходы человеческого потребления поступят на утилизацию, им предстоит пройти предварительную сортировку. Об этом заместителю губернатора округа Юрию Бездудному доложил первый заместитель мэра города Андрей Бережной. Стратировка, значит, у нас тоже подошла. Брали самую простую, учитывая, что впереди у нас строительство полигона в ближайшем воздревом будущем. Поэтому простую, без каких-то сложных механизмов, типа магнитных, сепараторов, и так далее. То есть, самая простая, разрыватель пакетов, линия конвейерная, дальше, значит, идет болок отапливаемый с персоналом, который будет вручную производить сортировку. И, значит, после сортировки ориентировочно около 50% отходов, которые отходятся к пищевым и иным, которые подвержат сжиганию, будут идти на сжигание. А остальные через шреддер перемалываться и перерабатывать в инертные материалы, которые могут использовать для иных каких-то нужд. Подсыпка дорог и так далее. Вместе с оборудованием в Наридмар доставлена и необходимая спецтехника – Амкадор, МКСМК, самосвал, бульдозер. Кроме того, у нас экономленные деньги приобрели промышленный шреддер, который будет дробить те отходы, которые не подлежат утилизации. Сейчас мы проводим работы по обустройству площадки, на которой будет размещаться оборудование подъездных путей. Думаю, что в течение ближайших 10 дней площадка будет закончена. Можно будет размещать оборудование. Параллельно сейчас начинаются работы по прокладке кабельных линий, подключение к трансформатору. По словам Андрея Бережного, к середине декабря в Наридмар приедут специалисты, которые обучат персонал работе с оборудованием и запустят его в эксплуатацию. Все это позволит нам с 1 января перейти на новую систему обращения с ТКО. То есть мы технически будем готовы работать в рамках тех законодательных актов, которые есть, и технически будем готовы к работе мусорья. Обсуждение этой темы власти округа и города продолжили уже на совещании в администрации региона. В нем приняли участие в том числе представители муниципальных предприятий, которым присвоен статус региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Напомнен, Наринмар поселки Искатели и Красное село Тельвиска вошли в зону ответственности комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию. В ближайшее время предприятию предстоит получить лицензию на осуществление соответствующей деятельности, провести торги на транспортирование отходов в городской агломерации, а после установления тарифов до конца года заключить договоры на обращение с ТКО с собственниками отходов. В остальных населенных пунктах на территории Заполярного района будет работать Севержелкомсервис. Центр содействия семейному устройству «Наш дом» накануне посетили парламентарии региона. Депутаты осмотрели детские комнаты, группы и другие помещения, в которых свой досуг проводят воспитанники учреждения. Ирина Никешина расскажет подробнее. На начало года было 87 детей, на сегодняшний день 60. Центр содействия семейному устройству – это не только дом для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но и временный приют для тех, чья семья попала в сложную жизненную ситуацию. Мы принимаем детей, мы помогаем им решать какие-то вопросы у нас, наши специалисты, то есть вплоть до того, что помогаем там где-то труду устроиться на работу, ищем, помогаем там, то есть они на период лечения, прохождения лечения в ручье. Вы работаете, скажем так, с теми неблагополучными семьями и пытаетесь детей вернуть в их родные семьи. Это ваша главная задача. По группам возрастов, те, которые там выпускаются, вы сопровождаете. И самое главное, я полагаю, что если трудоустройством, даже в соцзащите работаете, то есть у вас функции свои расширяете. Это очень хорошо. По словам исполняющей обязанности директора Ольги Ваучейской, учреждение полностью обеспечено кадрами. Ну, большой типочки нет. Единственное, конечно, в начале были трудности, когда пришлось работать с подростками, с трудными порой подростками. Поэтому кто-то не смог, не осилил, поэтому тут сложно. Элементы трудового воспитания есть у нас? Конечно. Очень любят готовить. То есть мы из полуфабрикатов им предоставляем полностью возможность. Они очень любят. То есть в субботу, воскресенье у нас обязательно выпечка, салатик. Ну, хорошо. В рамках рабочего визита в Центр содействия семейному устройству «Наш дом» парламентарии осмотрели игровые комнаты, столовую и спальню. Здесь в текущем году был проведен ремонт и обновлена мебель. В планах руководства учреждения – приобретение нового спортивного инвентаря. По словам спикера окружного собрания депутатов Александра Лутовинова, сейчас идет работа над бюджетом, поэтому очень важно учесть потребности учреждений. Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Наш следующий материал о юных исследователях. Научное сообщество учеников Красновской школы активно использует лабораторное оборудование, которое они получили в конкурсе социальных и культурных проектов публичного акционерного общества «Лукойл». Слово Натальи Кисляковой. Добавляем 3 мл анализируемой воды. Этот несложный эксперимент помогает узнать, какое количество нитратов содержится в воде и можно ли ее употреблять человеку. В ходе опыта меняется окрас воды. Результат определяется с помощью специальной таблицы. Также при помощи данной лаборатории мы определяли содержание железа и планируем определить содержание свинца. Экологическое состояние водных объектов изучает и Александра Ербаева. Школьница при помощи химического анализа исследует Кумшинское месторождение заповедника Ненецкий. До этого у нас не было возможности, так как не было оборудования и лаборатории. Поэтому при помощи данной лаборатории мы смогли осуществить все, что сейчас представлено. Научное сообщество в школе поселка Красное существует с 2013 года. Ведущие секции – биология, экология и краеведение. Школьники выезжают на различные конкурсы со своими экспериментами и занимают первые места. С 2017 года мы проводим работы по экореставрации на антропогенно нарушенных ландшафтах полуострова. За два года установлено 12 барьеров в местах наиболее активного выдувания песка. В перспективе мы планируем провести химический анализ почвы при помощи лаборатории, подаренной лаборатории. А также планируем в дальнейшем продолжить восстановление барьеров из мертвого природного материала на песчаных пустышах у острова Костяной Нос. Научное сообщество не только занимается исследованиями, но и выращивает растения, а затем высаживает их в поселки и его окрестностях. С помощью химической лаборатории мы планируем провести анализы почв как с пробных площадей, так и почв, в которых выращиваем рассаду. В рамках конкурса социальных и культурных проектов публичное акционерное общество «Лукоил» выделили средства на приобретение лабораторного оборудования в школу-поселка Красное для проведения опытов и экспериментов. То есть у нас высокие результаты, и это благодаря тому, что дети трудятся, коллектив педагогов трудится. И большое спасибо нашим дарителям «Лукоил», который предоставляет нам такую возможность качественно выполнять свою работу, потому что это уже у нас третий грант. Добавлю, в ближайшее время научное сообщество планирует провести еще ряд экспериментов с помощью нового оборудования. Наталья Кислякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Как найти зарубежных заказчиков и выйти на новые международные рынки? Об этом участникам семинара, организованного региональным центром поддержки экспорта, расскажет приглашенный эксперт Юрий Шурыгин, гендиректор консалтинговой компании «Диларей», исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров, главный редактор единого информационного портала «Экспортеры России». Круглый стол организован в рамках реализации в Ненецком округе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы при участии Департамента финансов и экономики Ненецкого округа и Минэкономразвития России. Мы пригласили эксперта в области поиска зарубежных заказчиков, который расскажет о всех особенностях построения эффективной системы работы на международных рынках, а также расскажет, как грамотно искать и выстраивать работу с международными партнерами. Мы приглашаем всех наших предпринимателей. Более подробную информацию вы можете узнать по телефону 2-12-77 или обратиться лично по адресу улица Ненецкая, том 3, Центр поддержки и экспорта. Семинар на тему поиска зарубежных заказчиков по строению эффективной системы продаж на международных рынках пройдет 28 ноября на площадке Ненецкого регионального центра развития образования. Начало в 13.00. В Нарь-Янмаре стартовала военно-спортивная игра «Зорница». Участие в ней принимают три команды. Это ученики кадетского класса 4-й городской школы и ребята из 2-й и искательской школ. Возраст ребят 11-13 лет. Конкурсные задания «Зорницы» рассчитаны на 5 дней. Ольга Руслу продолжит. Игра «Зорница» в Ненецком округе давно стала традицией. Ее проводят уже 18-й раз. Правда, в этом году есть одно существенное отличие. Участие в ней принимают школьники 11-13 лет. Это условие необходимо соблюсти, чтобы команда-победитель смогла в итоге представить регион на всероссийском уровне. Кроме того, в программу добавились новые испытания Александры Сабина. Участники команды «Кадеты» трудностей не боятся. Они готовы к ним. У нас каждый день по субботам строевая подготовка. Мы каждый день, каждую субботу занимаемся. И автоматы разбираем с нами. Трудно вообще науку постигать. Автоматы разбирать, медицину. Рукопашный бой же у вас должен быть, да? Если этому научиться, это быстро и легко. Не очень трудно. Кому-то интересно рукопашный бой. Кому-то интересно разбирать автоматы. А тебе что интересно? Рукопашный бой. В программе «Зарницы» также прохождение тестов «Ратные подвиги Отечества и России» и страницы «Истории Отечества». Команды проверят на знания основ воинской службы и обороны государства, боевого прошлого и настоящего страны. Участник команды школы-поселка искателей Дамир уверен в победе. Ведь он с товарищами очень старательно готовился. Конечно, мы тренируемся. Мы тренировались последние два месяца, скажу честно. Сборка-разборка автомата, сборка-разборка магазина. Стреляли в тире. Проходили историю. Наш учитель Андрей Иванович показывал медицину. Рассказывал, как сделать переноски. Первая медицинская помощь при ожогах, при обморожении. Организаторами выступили специалисты регионального центра молодежной политики, военно-патриотического воспитания молодежи Ненецкого округа и региональное отделение Всероссийского движения «Юнармия». Этапы, в принципе, те же самые, без добавления нововведений, которые в этом году добавились. Разборка-сборка автоматов, снаряжение магазина, строевая подготовка, все по стандарту, медицинская, первая дочеребная помощь. Но победителей прошлых зоронец мы не могли отправить на всероссийский этап, потому что немножко возраст другой. Там, на России, уже зорница используется для 11-13 лет. То есть в этом году мы ломаем систему, то есть проводим зорницу именно для такого маленького юного возраста. Победитель определяется по наилучшему результату по итогам этапов игры. Команды, занявшие призовые места, а также команды-победительницы, в отдельных этапах игры будут награждены дипломами и памятными подарками. Команда-победитель отправится на всероссийский этап игры, который пройдет в Москве весной 2020 года. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». И это были все новости. Мы сегодня далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова